Внимание! Внимание! Начало стрельбы! Закрытый секретный объект – стрельбище Иркутского подразделения ракетных войск специального назначения. Сегодня здесь будут испытывать комплекс Нерехта. До этого робот нес вахту на полевых позициях, где главной задачей стояло обнаружение предполагаемого противника и диверсионных групп. Модульная схема с единой гусеничной платформой делает его универсальной машиной, пригодной для решения широкого круга задач, как для разведки и патрулирования, так и для огневого подавления и действия на поле боя. Сегодня его цель – мишени для стрельбы, находящиеся на расстоянии 200 и 300 метров. Обнаружен! Провести доразведку! Огонь! Цель поражена! Задачу выполнена! Попадание прямо в десятку. Сегодня на роботе Нерехта используется крупнокалиберный пулемёт «Корт», способный поражать цель на расстоянии до 500 метров. Но на платформу роботокомплекса можно поставить любое вооружение, будь то пулемёт «Калашникова» или гранатомёт. Но этого робота можно оснастить не только оружием, но и другим полезным оборудованием. Заменит один модуль другим очень легко. Разработчики говорят, что для этого нужно открутить всего несколько гаек. То есть есть определённые моменты, которые надо ещё учитывать. Есть что-то дорабатывать. Но в результате, допустим, 10-часового дежурца, когда охранили зону, привыкли всё дальше и дальше определять людей, определять диверсантов, определять… В общем-то, это опыт приходит. И очень полезно, и очень нам пригодится в дальнейшем для работы. Управление роботом может осуществляться дистанционно на расстоянии до 5 километров. Сейчас на заводе изготовители идут работы для внедрения системы управления боевым комплексом в экипировку бойца. Экран, джойстик и клавиатура. С виду может показаться, что это игровая приставка. Но игры здесь на самом деле другие, военные. Вот именно отсюда ведётся управление наземным робототехническим комплексом «Нерехта». Вот прямо сейчас я пробую навести джойстик на цель. Огонь. Но пока получается не очень. Сейчас как раз управлять роботом во взаимодействии с беспилотным летательным аппаратом «Флебустьер» учится личный состав командования ракетных войск при Ангаре. Между тем, техника экзамен сдала на отлично. Не в силах справиться с новейшим вооружением, предполагаемый противник предпринял попытку химической атаки в нескольких километрах от Иркутска. Но и здесь иркутские бойцы сумели справиться с неприятельским выпадом с помощью новейшей техники и средств химзащиты, поступивших на вооружение ракетных войск специального назначения. В первую очередь это защитные костюмы и специальное оборудование, определяющее уровень химической и радиационной опасности. После преодоления зараженного участка местности проходит частичная специальная обработка техники, вооружения, оружия и личного состава. После преодоления, после специальной обработки у нас личный состав, вооружение, техника готовы применять по назначению. А сегодня ночью в рамках командно-штабных учений запланированы ночное свертывание с полевых позиций ракетных комплексов системы «Тополь» и марш-бросок в воинское расположение. Виталий Шахназаров, Николай Крупченко. Новости сейчас.